МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коронавирусом за один день в Армении. Асад восстанавливает Олево, показывая мир возрождения Сирии. Ночь и туман. Первый геноцид в истории. Онлайн-сказки на западноармянском. Западная Армения. 24 мая 2020 года в 22 часа в годовщину официального формирования парламента Западной Армении я получил конституцию Западной Армении, переведенную на греческий Никасом Лигерасом. Никас Лигерас – человек, известный своей искренностью и уважением прав наших двух коренных народов, дало нам привилегию, переведенную на греческий конституцию Западной Армении. То, что сделали Никас Лигерас и Стелла Папачатсей, нотариус, уникально в нашей истории не только в качестве председателя Конституционного совета Республики Западной Армении, но, выполнив эту миссию, они написали на мраморном постаменте наших двух народов, заложив основу для мощного будущего правды и победы в жизни. Ущелья в провинции Норман, провинции Карин на западе Армении, которые по своей структуре схожи с Гранд-каньоном в Колорадской долине Америки, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь ведутся строительные работы зоны отдыха, которые проводятся с большой осторожностью с учетом особенностей природы окружающей среды. Формирование каньонов Нормана началось 300 миллионов лет назад и широко известно как «Земля красных фей». В Ереване стартовала петиция о возведении статуи Вудра Уильсона. На change.org была запущена петиция для установки в Ереване памятника Вудра Уильсона 28-го президенту Соединенных Штатов. Сбор подписи инициировал политолог Ара Папян. В обосновании упоминается неоспоримая роль Вудра Уильсона в спасении сотен тысяч армянских сирот, а также его арбитражное решение 22 ноября 1920 года, которое определяет границы Западной Армении. Стоит отметить, что на этот момент более 2000 человек присоединились к петиции. Президент Вудра Уильсона был удостоен звания «Справедливый деятель для Армении». Президент Западной Армении Арманак Абрамян приветствовал эту инициативу Ары Папяна и предложил финансировать установку статуи за счет Западной Армении. Он также отметил, что готов как можно скорее представить инициативу Ары Папяна в парламенте Западной Армении. В Армении за сутки зарегистрировано 452 нового случая заражения коронавирусом. Об этом новости Армении НИС.М сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздравой Республики. В общей сложности на утро 25 мая в стране зарегистрировано 7133 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 3483 человека. За один их число увеличилось на 226. Выздоровели 3145 человек, 81 за последние сутки. Скончались 87 пациентов, 6 за последние сутки. Еще шестеро граждан с коронавирусом скончались по формулировке властей из-за иных болезней. Общее число таких случаев 39. Таким образом, общее число смертей достигло 126. В сирийском мегаполисе Алеппо продолжается восстановление дорожной инфраструктуры. Как сообщает информационное агентство САНО, городской совет организовал асфальтирование автотрассы, соединяющей районы Аль-Хамдани и Аль-Рамуссех. Как рассказал член городского совета Алеппо Асси Аш-Шейх, восстановление асфальтового покрытия между Аль-Хамдани и Аль-Рамуссех стало третьим из завершенных проектов по восстановлению дорожной сети в мегаполисе. Напомним, крупномасштабный проект по восстановлению Алеппо был начат вскоре после освобождения от боевиков оппозиции большей части города в 2016 году. Отказавшиеся подписать соглашение о примирении с дамасском боевики были вывезены на территорию Идлибской зоны до эскалации. За то время, пока в городе хозяйничали террористические группировки и шла кровопролитная осада восточного Алеппо, многие районы были разрушены, особенно пострадал жилой сектор. Некоторые древние памятники культуры получили повреждения. Правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом продолжает восстановление исторических строений, таких как древние крытые рынки Алеппо, цитадель и старый город. Алеппо – это картинка происходящего в Сирии. Восстановление Алеппо ассоциируется у сирийцев с наступлением мира в стране. Башар Асад приложит максимальные усилия для того, чтобы восстановить этот город, чтобы показать, во-первых, населению Сирии, что жизнь налаживается, а во-вторых, показать всему миру, что Сирия возвращается к нормальной мирной жизни. В 1939 году Гитлер, воодушевленный молчанием о геноциде, совершенном против армян, изобвением катастрофы задал генералам следующий вопрос. Кто сегодня говорит об истреблении армян? Нигей Елдыс отражает эти времена молчания. Он призывает к истории с помощью Арутюна Мартикяна и его 24 армянских друзей, которые организовали антинацистское сопротивление во Франции для дачи показаний. Читайте полную статью на нашем сайте. Онлайн-проект по сохранению армянского языка, созданный преподавателем армянского языка в Соединенных Штатах, в эти дни получил большой отклик в различных армянских общинах по всему миру. Проект Лизы Манаян. Сказки говорят на западноармянском языке достиг Канады, Франции, Ливана, Кипра, Грузии и Австралии, включен в список онлайн-программ армянских школ. Лиза Манаян преподаватель армянского языка в колледже имени Альфреда и Маргариту Увсапян в Посадене в США. Начала преподавать в интернете, начала читать сказки на западноармянском языке для армянских детей. В середине марта ее первая книга, опубликованная в интернете для детей ее двоюродных братьев, имела сотни слушателей, которые были в разных частях света. Когда мои дети были маленькими, я переводила сказки устно, в считанные секунды с английского и рассказывала их по-армянски, потому что они по-любому должны были знать английский и армянский язык уж точно. Мы обязаны сохранить. После реакции, полученной после первой книги, Манаян начала читать онлайн, и сегодня количество книг, переведенных с английского и онлайн на западноармянский, достигло 50. С помощью членов семьи видео и размещенных на ее страницах в Ютубе и Фейсбуке. На сегодня у нас все. Мы хотим сказать, что это было. Субтитры создавал DimaTorzok